Вот она, классическая Мелина. Обратите внимание на масочку, которая у нее на лице. Ничего общего не находите, причем эта маска поменялась только после того, как вышло обновление 2.0. И вот тут мы уж 100% убедимся в том, что эффект Crash'n Blow не добивает противника. Субтитры сделал DimaTorzok Увидеть ролик, опрос проходил на вкладке сообщества, я спрашивал, хотите ли вы увидеть ролик про джейт из МК-11. Но я решил разбавить этот ролик тем, что я не зря его назвал Мелина в Mortal Kombat 11 подтверждена. Значит, очень часто бывает так, когда разработчики, в данном случае Незерелм, в своих мобильных проектах тизерят добавление того или иного персонажа в старшую версию игры. Знаете, на что я обратил внимание? Давайте мы начнем с того, что мы посмотрим на то, как выглядит маска у Джейт. Вот эта вот, которая на лице у нее, да? Смотрите, запомнили, как она выглядит? Я вам хочу сказать, что точно такой же стиль маски и у Скарлетт. Практически такой же. И знаете, что мы сейчас еще посмотрим? Мы сейчас посмотрим на где она, где она, где она, где она. Коллекция вообще просто шикарно у меня развивается, благодаря тому, что я открываю эти тематические паки. Да где же она, слушайте, куда она пропала? Вот она, классическая Мелина. Обратите внимание на масочку, которая у нее на лице. Ничего общего не находите, причем эта маска поменялась только после того, как вышло обновление 2.0. До этого у классической Мелины маска была вот такая же, которая у нее на арте, на карточке. Никаких узоров, никаких выстрочек не было у нее на маске. Теперь это маска в единой стилистике, но на данный момент как минимум с Джейд из МК-11. Я думаю, что это все-таки отсылка и намек на то, что Мелина все-таки посетит консольную версию МК-11. На данный момент по всем сливам Мелина фигурирует как секретный персонаж, который будет, ну, каким-то способом открываться. Пока что непонятно каким. Ну что, давайте смотреть на команду МК-11. И, естественно, основной упор мы будем делать на Джейд. Ролика про Джейд у меня на канале еще не было. Поэтому давайте спешить пройти сложную битву. И, вы знаете, я все-таки определился с тем вопросом, какой же мне персонаж больше всего понравился. И, наверное, это все-таки Джейд. Вот, и да, я понимаю, что Скорпион, он любимый всеми. И, более того, у него еще есть алмазный ранг. И, наверное, поэтому Скорпион заходит всем больше, потому что он заочно считается круче, да? Но если откинуть все вот эти вот дополнительные плюшки, которые очевидны в виде его популярности и алмазной гранки прежде всего, я считаю, что Джейд круче. Ой-ой-ой-ой-ой, какой сильный нам Трибор попался. Ну вот, пожалуйста, только похвалил Джейд. А, это я понял. Это все с балансом, вот эти фишки. Потому что сильно-сильно-сильный Трибор к нам достался. Так вот, Джейд, мне кажется, самый топчик из всех трех персонажей МК-11. Но, как минимум, пассивная способность у нее точно самая интересная. Начиная от того, что она умеет уклоняться от всего подряд практически, да, я имею в виду комбо-удары. И заканчивая тем, что у нее вот от всех отрицательных эффектов, от кровотечения, отравления, либо огня, идет хил. И не только для себя, а для всех союзников из команды МК-11. Но скажите мне, это разве не круто? Это круто! А у Скорпиона нет таких явных плюшек. Ну да, у него есть прибавка к смертельному урону. Но и для того, чтобы получить прибавку к смертельному урону, можно и не иметь пассивную способность. Можно поставить просто правильное снаряжение персонажу, да. Поэтому мне кажется, что у Джейд самая интересная пассивка из этой троицы. Самая интересная боевка из этой троицы. И... Ну мне и нравится ей играть больше всего. Вот почему-то я пришел к тому выводу, что Джейд мне зашла больше всего. Ну что, второй бой. Я надеюсь, что во втором бою будет немножко подольше у нас Джейд находиться в бою, в принципе. Нас так быстро не вырубят. Но, конечно, баланс непонятный. Не знаю, конечно, что они там пофиксили после обновления 2.0.1. Но как попадались достаточно странные команды, в которых два персонажа слабых, а третий очень сильный. Либо же наоборот, три бронзовых персонажа пятого уровня. Так как бы эти персонажи так и появляются по-прежнему. Но вроде бы в этом бою должно все получиться получше. И кто-то мне там из подписчиков писал и утверждал, что Crash'n'Blow срабатывает, начиная с 90%. Друзья мои, подчеркиваю ваше внимание на том, что Crash'n'Blow на втором приеме Джейд сработает только в том случае, если вы набьете 91% и выше. Если будет менее 91%, Crash'n'Blow не сработает. Эй, куда ты сбежал? Вот, пожалуйста, вот эта вот фишка с уклонением от обычных комбо-атак, это круто. Но, вы знаете, я нашел косяк. Вот даже, может быть, в какой-то степени хорошо, что я ролик записываю, ну, как это сказать, после того, как ролики на Джейд уже повыходили у всех, вот, да, уже как бы это не совсем актуально. Но, в то же время, и это актуально, я объясню почему. Потому что после обновления 2.0.1, ну, мы же все привыкли к тому, что разработчики какие-то моменты фиксят, а какие-то моменты добавляют, отрицательные. В случае с Джейд добавился тот момент, что раньше второй прием Джейд после Crash'n'Blow добивал противника. Теперь, если мы делаем эффект Crash'n'Blow, соответственно, набиваем 91% и больше, противник не добивается. Сейчас я не буду набивать 91%, вот, не хватило тоже немножко урона. Ну, в общем, давайте сойдемся на то, что вы мне поверите на слово. Это уже проверено миллион тысяч раз, может быть, в следующем бою у меня получится вам это продемонстрировать. В общем, повторюсь еще раз в целом. Если вы Джейд, второй спецприем, выводите на Crash'n'Blow, то есть набиваете выше 91%, то противник не добьется. Он не отойдет в мир иной, вы его не нокаутируете. А если вы второй спецприем не закончите эффектом Crash'n'Blow, тогда противник добьется. До обновления 2.0.1 противник добивался всегда. И если Crash'n'Blow, и если не Crash'n'Blow. Поэтому тут вопрос, конечно, опять очередной к разработчикам, что можно было сделать, чтобы почему-то пропал эффект добивания после эффекта Crash'n'Blow. Непонятно. Непонятно, как можно фиксить одно и добавлять другое, которое нужно впоследствии фиксить. Продвигаемся. Оп, провели. Щит пропадает. Мне очень не нравится, как бы всех персонажей, которых из золотых в алмазные тревели, якобы бафнули, естественно. Но я считаю, что то, что сделали с Соней холодной войной, то не то, что бафнули, ее прилично порезали. Потому что, как вы помните, до обновления, вот, полюбуйтесь, нет, мы не добили противника. То есть второй прием не добивает после Crash'n'Blow. Так вот, Соня Блейд, на мой взгляд, не то, что ее бафнули, а ее урезали очень жестоко. Потому что раньше Соня Блейд, вне зависимости от того, были ли у нее союзники из холодной войны, или просто какие-то со стороны, как говорится, союзники, она всем давала этот ледяной щит без какого-то определенного тайминга. Теперь же бесконечный ледяной щит до использования спецприема работает только лишь на союзниках из холодной войны. На всех остальных союзниках ледяной щит работает сколько там, 8 секунд, по-моему. Но, и что вы мне хотите сказать, что это баф? Нет. Нет, это ущемление персонажа и очень сильно приличное. Я не знаю, почему они решили именно эту часть пассивной способности изменить таким способом, чтобы она стала практически неюзабельной. Но от чего, по факту, может защитить этот ледяной щит на первых секундах боя? Ну, от какого-нибудь темного императора Люкана, или от персонажа, на котором будет стоять какой-нибудь молот гнева, у которого будет со старту первый спецприем. И то не факт, что в первых 8 секундах он его сделает. Почему так сделали, непонятно. Раньше, конечно, Соня Блейд была универсальный боец, особенно для новичков. Соня Блейд, если у них получалось достать Соню Блейд, это была 50% вероятность того, что, ну, как минимум, испытания получатся точно проходить с высокой вероятностью того, что это получится сделать. Теперь же Соня Блейд относительно бесполезная стала. Ну, разве что только для союзников из Холодной Войны. Ну, у меня вот, допустим, нет других персонажей из отряда Холодной Войны, и пассивная способность Соня Блейд, получается, у меня полным способом не раскрывается. Зачем надо было урезать? Вопрос вообще непонятный, если не сказать более. Оп, Кун Лао, давай-ка мы тебя привяжем и добьем. Еще разочек. Поехали. Рейден против Рейдена. Как вам такой вариантиц? Хочу, хочу вот этот эффект, когда у нас Рейден из МК-11 протыкает своего противника. Я не знаю, что это за оружие. Если кто-то знает, каким оружием дерется Рейден МК-11, напишите в комментариях. Меч, не меч, копье, не копье. То, что это, вообще непонятно на самом-то деле. Победа. Естественно, я еще раз повторюсь, что я делаю упор на Джейд из МК-11, потому что сегодняшний ролик у нас посвящен Джейд, но и тем не менее, все-таки мы смотрим на то, как же эти три персонажа дополняют друг друга в команде МК-11, потому что их пассивные способности заточены исключительно под то, чтобы они находились втроем. Интересно, конечно, как будет развиваться этот отряд из МК-11, потому что, ну, 100% будет пополнение линейки персонажей из МК-11, и что же еще более интересное придумают разработчики, потому что, ну, начинают всегда с чего-то такого минимального, да, чтобы дала возможность еще куда-то вырасти. Интересно, во что вырастут пассивные способности следующих персонажей из МК-11, которых однозначно будут добавлять. И, опять же, по неподтвержденным сливам, в будущем обновлении нас ждет добавление еще трех персонажей из МК-11, а именно Скарлетт, Барака и Саб-Зиро. И вот тут, конечно, очень интересно, потому что, ну, Саб-Зиро и Барака – это как бы известные нам персонажи, да, мы им не играли, пускай не такими, не из МК-11, но все-таки они присутствовали. А Скарлетт станет абсолютно, абсолютно новым персонажем в случае с мобильной версией Mortal Kombat. И, естественно, из этой троицы, если это действительно информация подтвердится, я больше всего жду Скарлетт. Кого вы ждете больше всего, пишите в комментариях, будет интересно посмотреть. И вот тут мы уж 100% убедимся в том, что эффект Crash and Blow не добивает противника. Сейчас последний бой у нас, и я вот попытаюсь сейчас накопить на второй спецприем и сделать его без эффекта Crash and Blow, чтобы вы посмотрели на то, как же работает этот спецприем, когда мы не делаем Crash and Blow. Внимание! Эйдь! А вот так добивает противника. То есть, понимаете, почему так происходит, непонятно. И будьте уверены в моих словах в плане того, что до обновления 2.0.1, даже когда вы делали Crash and Blow эффект, все равно добивание присутствовало. Почему его сейчас убрали? Может, это произошло случайно, а может, ее порезали тоже, понерфили. Вопрос остается открытым. В общем-то, сегодня мы с вами посмотрели на Джейд из МК-11 и в целом на отряд из МК-11. Замечательный отряд, мне кажется, что... Ну, возможно, потому что они новички, но мне кажется, что это действительно самый топовый отряд на данный момент в Mortal Kombat Mobile. Ну, возможно, три баргеймса ставят конкуренцию, но ими и приятно играть, и ты будешь уверен на 100% в том, что если ты играешь этим отрядом, ты обязательно победишь. Более того, в своем ролике я вам показал и рассказал о своих предположениях, что в МК-11, скорее всего, будет Милина, которую все ждут. Я жду Милину, один из самых интересных персонажей в Mortal Kombat, во вселенной Mortal Kombat. Вот почему я жду Милину и почему у меня такие догадки, я вам разъяснил. Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях и не забудьте подписываться на канал. Если вам понравился этот ролик, также не забудьте написать в комментариях, какой персонаж из линейки МК-11 в Mortal Kombat Mobile вам нравится больше всего. На этом я с вами прощаюсь, друзья мои, до новых встреч на канале Mobile Gameplay. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok